chat gpt совершенно классный офигенский суперский инструмент но далеко не всегда он может нам помочь в решении тех или иных задач поэтому на нем свет клинами сошелся мы пробуем разные нейросетки потому что у них у всех разная специализация разные возможности и не получится так опять иметь одну точку входа которая будет отвечать на все наши запросы но я обычно начинаю с него родимого не потому что он такой большой такой классный и очень-очень много знает но когда мы говорим про специализированные запросы например вот мы с натальей в фейсбуке пересеклись и там есть задача найти научные статьи по очень конкретному набору ключевых слов при этом надо понимать да что я в том наборе слов которые мы сейчас будем искать вообще ничего не понимаю и для меня это тоже такой вызов и челлендж если вам вы хотите попробовать решить какие-то свои прикладные задачи с помощью нейросетей вам нужна моя помощь пишите в комментариях я с удовольствием откликнусь мы с вами попробуем те или иные задачки порешать так вот значит смотрим что наталья мне прислала в качестве слов вот тут вот набор слов которые из которых я знаю только молекулярный я его скопируем и мы нейросеточку спрашиваем сначала вообще может она такие задачки решать или нет что я спрашиваю спрашиваем на русском языке на каком спрашиваем таком отвечает обычно если переключается ей всегда можно поправить чтобы она говорила по-русски так запрос будет такой то что называется промп там до запрос к нейросети умеешь литты умеешь ли ты искать научные статьи по конкретным ключевым словам у меня слова из биотеха есть такое фоновое недовольство нейросетями что они тебя обманывают что они дают тебе недостоверную информацию ничего там додумывают ну давайте честно да люди и обманывают и додумывают и фальсифицируют научные данные что только они не делают и вот значит вот люди могут а ладно все это проехали лирика так значит ой я тут пропустила буковки но хотя он так поймет поэтому мы добавили совершенно спокойно можем с ним говорить по-человечески что все серьезно выдумывать ничего нельзя так посмотрим что он нам он говорит возьмется давайте попробуем у нас есть вот такие вот ключевые слова и мы и и скормим он что-то там ищет что-то ищет сразу делает сам мари и на под медиа делает ссылки дальше мы разговариваем с ним как с нормальным человеком только две много восклицательных вопросительных знаков так посмотрим магнетик спорейшем не спрашивает он повторяет то же самое вторую повторил добавил третью так давайте тогда мы его скажем так найди не менее промельчик 10 научных статей из проверенных источников по этим ключевым словам значит это то что мы сейчас делаем это charge 5 4 о это которая прям последняя свеженькая потому что у него есть доступ к интернету и к актуальным актуальным данным значит что я не смогу сделать так как я в этом вообще не специалист и у нас сейчас есть он просто предоставил некий набор заголовков которые я не знаю они достоверны или нет дальше по этим названиям нужно искать если вот то есть он здесь вот на подмет делал ссылку мы его спрашиваем а почему без ссылок и он такой хоп дальше не знаю дальше наталья придется проверять насколько это все достоверно не обязательно писать 10 можно написать 25 статей на эту тему если вдруг она есть давайте посмотрим читать статью значит и вот так вот мы ему говорим сделай подробное сам море вот этой статье с методами и выводами и он такой пошел и начал делать сам море методы которые использовались результаты которые до стигнуты если например нужны какие-то опять же я сейчас потолка беру если нужны какие-то цифры если вдруг они есть в результатах есть ли какая-то числовая информация важная для понимания выводов приведи цифры то есть на самом деле это очень сильно похоже так для представления с числовыми данными необходим доступ по обмет а то есть нужно получить полному тексту через подписку или библиотеку окей такое тоже бывает вот таким образом значит вот у нас есть некий 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 набор точек поиска с которыми мы можем работать хорошо здесь мы это можем скопировать если бы в открытом доступе и она была то вот он бы нам какую-то выжимку предоставил мы разговариваем с нейросеткой не как с поисковой системой не как с гуглом это не гугл нейросетка это скорее ваш персональный ассистент которому вы формулируете задачу максимально конкретно и точно так же как люди иногда не понимают неверно интерпретируют ваши задачи которые вы ставите ну когда мы например ставим задачу очень общего типа сделаем не подборку статей последних это сейчас тоже не последних статей из области биотеха например и он такой чего последние вот ну как бы общую чушь и нам предоставит а если вот как случае с кейсом наталья да у нее есть конкретные ключевые слова и мы ограничиваем фокус внимания нейросети что ищи только там проверенные база данных или например бы даже прям можем набрать эти базы данных на которые мы ориентируемся типа и иди ищи то есть это прям вот понимаете искусственный интеллект и понимаете нейросетку как человека стажера аспиранта там вашего помощника который выполняет всю черную работу пошел перелопатил все каталоги что-нибудь принес и я бы еще вот здесь вот в научных историях я бы здесь сделала такой запрос сделай список исследователей которые занимаются этой темой значит нейросеть помнит условия вашей задачи и все ваши требования и все ваши корректировки в рамках одной сессии что такое одна сессия это один новый начатый разговор то вот когда вы с нуля начинаете и первый 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 запрос пишите то есть проще всего запоминать вот именно так что одна один трет один одна сессия она посвящена какой-то одной работе он может быть очень длинным в рамках вот этого большого диалога он помнит он помнит что вы вначале говорили что вы его там просили и уточнить вы можете обращаться к разным там помнишь ты собрал список из десяти исследователи этих фамилий найди мне что-то из этого списка то есть это прям ну как бы общение с вашим с вашим с вашим помощником но когда вы выходите сессии да когда вы начинаете новую вот допустим да мы начали новую сессию с нуля вот эта сессия ничего не знает про то что мы уже уже нашли в предыдущей поэтому вот они сохраняются сессии вот здесь вот слева и вы можете по ним переключаться вот допустим у меня очень много всяких разных каких-то таких проходных сессий которые временные у меня а я придумала что я помечаю те которые я регулярно пользую которые я регулярно продолжаю значит вот я их помечаю эмодзи чтобы они сразу в списке были заранее заранее заметны вот то есть вот это вот все отдельные сессии каждая из которых посвящена какой-то какому-то одному типу деятельности какой-то одной теме вот почему очень полезно ну научные деятели прекрасно знают да что почему полезно вытаскивать списки исследователей потому что если человек сидит на какой-то теме следовательно по его имени по фамилии можно найти огромное количество контента который он производит по нужной нам тематике то есть он явно выступает на конференциях он явно что нибудь какие-нибудь презентации выкладывать он явно есть в linkedin он явно есть каких-нибудь профессиональных там форумах сообществах еще чего-нибудь и всегда по имени можно найти а чё он еще написал ну например да вот сейчас это опять же я ничего не знаю что набор слов ты меня просто принцип мы такие говорим посмотрим на рыбеку мой нет денис копировала ребека иди сюда посмотрим на рыбеку какие еще публикации близкие по теме у нее есть вот вот нам пожалуйста опять же из разных разных источников вот короче 3 можно говорить а может еще есть может еще есть естественно все это мы дальше проверяем и верифицируем так но это вот чат же 5 смотрим что есть еще другие другие какие у нас есть варианты для этого мы для этого мы пойдем в другие нейросети значит для всяких серьезных вещей и в том числе и для научного поиска вот я бы рекомендовала perplexity я и в описании будут ссылочки обязательно значит и давайте мы те же самые ключевые слова здесь напишем найди авторитетные источники информации по ключевым словам точно так же общаемся как даем ставим задачу аспиранту или по помощнику ассистенту ассистентом статьи не раньше это я просто балуюсь 2017 года делай список со ссылками на луками вот и ссылочки вот одни будут да и мне не менее что чтобы лип мне пробелы не менее 25 ссылок и только на научные статьи так сентифика в сажатым тентем экстракшен да то есть он берет более широкую более широкую тему и например да мы можем точно так же сказать переведи на русский что ты сказал вот и собственно то есть он если надо допустим бедный несчастный как тяжело и долго переводит а если дальше мы то есть как мы допустим делаем поиск вот мы допустим возьмем одно ключевое слово а если мы смотрим только есть ли научные статьи проверенных источниках ну и дальше да и дальше мы берем начинаем искать начинаем искать по ссылочку вот он дает ссылочку вот он дает в конце вот такой всплывающей штукой и мы это ищем значит вот это вот perplexity и и еще одна штука это называется клод клод он випеновский по моему с клодом было весело потому что я задала ему эту задачку вчера но чтобы посмотреть вообще он как-то справится не справится я сейчас не буду его мучить я вам покажу диалог который у нас состоялся значит он вначале я им говорю привет скажи можно ли своей помощи собрать пол научной статьи по определенной теме биотехи он такой да 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 я соберу изучу статью выделю основные идеи такой думаю какой молодец я значит даю ему список ключевых слов он делает поле семантическая и он такой тысяч ты дышь и короче ушел вниз ознанку то есть вот это вот на этом он застрял подвис я уже ушла спать потому что я не дождалась собственно результата им потом пишу я жду он такой тщательно изучу проведу поиск я им пишу ты мне это вчера обещал у нас сегодня утренний был прекрасный с ним диалог прошу прощения за задержку я начал работу за ним вчера ну прям вот как реально как эти аспиранты работают хочу заверить вас что я не прекращал работу и продолжал собирать изучать типу яйка какой вот подождите немного как только закончу работу это ну типа это было утром потом у меня был вебинар спрашиваю вот уже сейчас под вечер результаты я завершил и вот он значит сделал какой-то какой-то обзор какой-то обзор какое-то заключение значит это более чем 30 научных публикаций я вам пишу я бы написала бы тут мать 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 вообще я тебе источники просила дать мне ссылки но конечно вот они вот собственно источники и пошли какие-то скидки на на материалы которые действительно я тоже не смогу естественно проверить сможет проверить только специалист в этом вопросе то есть вот в целом это выглядит вот так то есть вы понимаете что это такой чернорабочий которому вы должны очень четко поставить задачу вот случае с такой авторитетной книжной околонаучной информации я бы вот говорила про клода вот так вот пишется klaude.ai потому что аккуратнее с набором букв потому что есть несколько фишинговых сайтов которые я случку тоже конечно в описании дам есть несколько фишинговых сайтов которые сейчас мимикрируют под популярные нейросетки и перестановка пары букв приводит вас немножечко не не на нужные сайты вот и перплексите вот я бы отсюда стартовала и дальше уже выкачивала бы отсюда не те ссылочки те фамилии и уже перепроверяла дальше естественно мы не рассчитываем что это машинка сделать за нас всю работу это вот такой вот большой грейдер чем точнее вы зададите ему задачу чем точнее вы сформулируете какой результат вы хотите получить то есть например там сейчас там gpt вы говорите сыграй роль научного исследователя специалиста вот в таком-то в таком-то в таком-то направлении подбери верифицированные там авторитетные источники касающиеся там темы твоих твоих исследований можно сказать например слушайте сейчас это конечно с потолка возьму но обычно он такую штуку делает сделай таблицу ну сейчас простой критерий то есть можно какой-нибудь научный критерий допустим не знаю где результаты подтвердились а где типа результаты не подтвердились и он разделит эти исследования здесь я попроще сделаю чтобы просто показать что он может сделать таблицу где в одной колонке будут источники до 2000 там девятнадцатого года в другой после тысяч девятнадцатого года и на самом деле вот разделение но может быть любой любой признак например там не знаю исследования сделанные вот там такой-то группой такой-то научной школы а в другую другой научной школы и он рисует таблички вот вот такую вот штуку он умеет делать может быть она где-то вам пригодится для вот упорядочивания вот сейчас я вот с потолка возьму перри группируй эту таблицу чтобы в одной колонке были европейские исследования а в другой американские я не знаю вообще есть это или нет американские ухты прикольно напиши список университетов в которых есть лаборатории которые занимаются исследованиями по этой теме почему я постоянно говорю по этой теме потому что у нас одна сессия и он помнит вот эти вот ключевые ключевые слова ну вот таким вот например макаром можно попробовать как называются конкретные лаборатории и кто ими руководит опять же любые имена всегда точка входа в любые исследования ну вот как точка входа которую дальше можно перепроверять вполне себе мне кажется можно будет использовать еще раз дисклеймер не понимая ни полуслова в биотехе но большое спасибо наталья за эту задачку я всегда люблю использовать это в качестве это моей собственной прокачки и проверки каких-нибудь гипотез поэтому друзья если у вас есть какая-то задача которую вы хотели бы решить с помощью там нейросетей то давайте попробуем у меня есть телеграм-канал спроси селантьеву там можно задавать эти вопросы либо в комментариях здесь на ю тубе давайте осваивать нейросети нам на пользу все счастливо а и и и и